Шестая глава продолжает вопросы мирового рынка и углубления кризиса. И звучит на так. Вопрос о неизбежности войн между капиталистическими странами. Здесь он рассматривает, что раз существуют противоречия, то возможны и войны. Потому что Вторая мировая война возникла как раз не нападением Германии на Советский Союз, как рассчитывали, кто воспитывал Германию и подталкивал ее, даже Англия, прежде всего, и Соединенные Штаты. А наоборот, Германия на них напала, начала войну-то, Вторую мировую, нападение на эту коалицию. Так вот, теперь вопрос о неизбежности войн после Второй мировой войны. Начинается так эта глава. Некоторые товарищи утверждают, что в силу развития новых международных условий после Второй мировой войны, войны между капиталистическими странами перестали быть неизбежными. Они считают, что противоречие между лагерем социализма и лагерем капитализма сильнее, чем противоречие между капиталистическими странами. Что Соединенные Штаты Америки достаточно подчинили себе другие капиталистические страны для того, чтобы не дать им воевать между собой и ослаблять друг друга. Что передовые люди капитализма достаточно научены опытом двух мировых войн, нанесших серьезный ущерб всему капиталистическому миру. Чтобы позволить себе вновь втянуть капиталистические страны в войну между собой. Что ввиду этого войны между капиталистическими странами перестали быть неизбежными. И вот на мнение этих товарищей, которые он привел здесь в своей работе, он отвечает. Эти товарищи ошибаются. Они видят внешнее явление, мелькающее на поверхности. Но не видят тех глубинных сил, которые хотя и действуют пока незаметно, но все же будут определять ход событий. Внешне все будто бы обстоит благополучно. Соединенные Штаты посадили на паек Западную Европу, Японию и другие капиталистические страны. Германия, Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие в лапы Соединенных Штатов, послушно выполняют веления этих Соединенных Штатов. Но было бы неправильно думать, что это благополучие может сохраниться навеки вечное. Что эти страны будут без конца терпеть господство и гнет Соединенных Штатов Америки. Что они не попытаются вырваться из американской неволи и встать на путь самостоятельного развития. Возьмем прежде всего Англию и Францию. Несомненно, эти страны являются империалистическими. Несомненно, что дешевое сырье и обеспеченные рынки сбыта имеют для них первостепенное значение. Можно ли полагать, что они будут без конца терпеть нынешнее положение, когда американцы под шумок «помощи» по линии плана Маршала внедряются в экономику Англии и Франции, стараясь превратить ее в придаток экономики Соединенных Штатов Америки. Когда американский капитал захватывает сырье и рынки сбыта в англо-французских колониях и готовит таким образом катастрофу для высоких прибыли англо-французских капиталистов. Не вернее ли будет сказать, что капиталистическая Англия, а вслед за ней и капиталистическая Франция, в конце концов, будут вынуждены вырваться из объятий Соединенных Штатов и пойти на конфликт с ними для того, чтобы обеспечить себе самостоятельное положение и, конечно, высокие прибыли. Это одна сторона противоречий. Вторая. Перейдем к главным побежденным странам – Германии и Японии. Эти страны влачат теперь жалкое существование под сапогом американского империализма. Их промышленность и сельское хозяйство, их торговля, их внешняя и внутренняя политика, весь их быт скованы американским режимом оккупации. А ведь эти страны вчера еще были великими империалистическими державами, потрясавшими основы господства Англии, Соединенных Штатов Франции в Европе и в Азии. Думать, что эти страны не попытаются вновь подняться на ноги, сломить режим Соединенных Штатов и вырваться на путь самостоятельного развития, значит верить в чудеса. Говорят, что противоречие между капитализмом и социализмом сильнее, чем противоречие между капиталистическими странами. Теоретически это, конечно, верно. Это верно не только теперь, в настоящее время. Это было верно также и перед Второй мировой войной. И это более или менее понимали руководители капиталистических стран. И все же Вторая мировая война началась не с войны с СССР, а с войны между капиталистическими странами. Почему? Он здесь отвечает на этот вопрос, почему, значит, двумя доводами. Потому, во-первых, говорит Сталин, что война с СССР, как война со страной социализма, опаснее для капитализма, чем война между капиталистическими странами. Ибо если война между капиталистическими странами ставит вопрос только о преобладании таких-то капиталистических стран над другими капиталистическими странами, то война с СССР обязательно должна поставить вопрос о существовании самого капитализма. И вторая причина. Потому, во-вторых, что капиталисты, хотя и шумят в целях пропаганды об агрессивности Советского Союза, сами не верят в его агрессивность, так как они учитывают мирную политику Советского Союза и знают, что Советский Союз сам не нападет на капиталистические страны. Вот две причины, почему Вторая мировая война не началась с войны СССР, которую приводит здесь Иосиф Виссарионович. После Первой мировой войны также считали, что Германия окончательно выведена из строя, так же, как некоторые товарищи думают теперь, что Япония и Германия тоже выведены из строя и тоже окончательно. Тогда тоже говорили и шумели в прессе о том, что Соединенные Штаты Америки посадили Европу на паек, что Германия не сможет больше встать на ноги, что отныне войны между капиталистическими странами не должно быть. Однако, несмотря на это, Германия поднялась и встала на ноги, как великая держава через каких-либо 15-20 лет после своего поражения, вырвавшись при этом из неволи и встав на путь самостоятельного развития. При этом характерно, что никто иной, как Англия и Соединенные Штаты, помогли Германии подняться экономически и поднять ее военно-экономический потенциал. Конечно, Соединенные Штаты и Англия, помогая Германии подняться экономически, имели при этом в виду направить поднявшуюся Германию против Советского Союза, использовать ее против страны социализма. Однако, Германия направила свои силы в первую очередь против англо-франко-американского блока. И когда Гитлеровская Германия объявила войну Советскому Союзу, то англо-франко-американский блок не только не присоединился к Гитлеровской Германии, а наоборот был вынужден вступить в коалицию с Советским Союзом против Германии. Следовательно, борьба капиталистических стран за рынки и желание утопить своих конкурентов оказалось практически сильнее, чем противоречие между лагерем капитализма и лагерем социализма. Спрашивается, какая имеется гарантия, что Германия и Япония не поднимутся вновь на ноги, что они не попытаются вырваться из американской неволи и зажить своей самостоятельной жизнью. Я думаю, что таких гарантий нет. Но из этого следует, что неизбежность войн между капиталистическими странами остается в силе. Говорят, что тезис Ленина о том, что империализм неизбежно порождает войны, нужно считать устаревшим. Поскольку выросли в настоящее время мощные народные силы, выступающие в защиту мира против новой мировой войны. Это неверно. Современное движение за мир имеет своей целью поднять народные массы на борьбу за сохранение мира, за предотвращение новой мировой войны. Следовательно, оно не преследует цели свержения капитализма и установления социализма. Оно ограничивается демократическими целями борьбы за сохранение мира. В этом отношении современное движение за сохранение мира отличается от движения в период Первой мировой войны за превращение войны империалистической в гражданскую войну. Так как это последнее движение шло дальше и преследовало социалистические цели. Вы помните о том, что это движение за превращение империалистической в гражданскую войну было широко развито именно у нас в России. Возможно, что при известном стечении обстоятельств борьба за мир разовьется кое-где в борьбу за социализм. Но это будет уже не современное движение за мир, а движение за свержение капитализма. Вероятнее всего, что современное движение за мир, как движение за сохранение мира, в случае успеха приведет к предотвращению данной войны, к временной ее отсрочке, к временному сохранению данного мира, к отставке воинствующего правительства и замене его другим правительством, готовым временно сохранять мир. Это, конечно, хорошо, даже очень хорошо, но этого все же недостаточно для того, чтобы уничтожить неизбежность войн вообще между капиталистическими странами. Недостаточно, так как при всех этих успехах движения в защиту мира империализм все-таки сохраняется, остается в силе, следовательно, остается в силе неизбежность войн. Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм. Вот на этом и заканчивается и вторая, вернее, шестая глава о неизбежности войн между капиталистическими странами.